Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о книге Джорджо Агамбена «Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни». Что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью? И чем является человеческая жизнь, если в каждом ее жизни, в каждом слове, в каждом молчании, она не может быть отличенной от правила? Именно эти вопросы эта книга Агамбена стремится дать с помощью увлеченного перепрочтения того захватывающего, бездонного феномена, который представляет собой западное монашество от Пахомия до Святого Франциска. Хотя эта книга детально реконструирует жизнь монахов с ее навязчивым вниманием к отсчитыванию времени и к правилу, к аскетическим техникам или другие. Тезис самого Агамбена тем не менее состоит в том, что подлинная новизна монашества не в смешении жизни и нормы, но в открытии нового измерения, в котором, возможно, впервые жизнь, как таковая, утверждается в своей автономии, а притязание на высочайшую бедность и пользование бросает право вызов, с каковым нашему времени еще придет встретиться лицом к лицу. Казалось бы, Альтисима Паверта должна определять францисканскую форму жизни, как совершенную жизнь, будучи соединенной с понятием усус-факти, утратила свою драгоценную роль. В конечном счете могла быть определенной только в качестве негатива по отношению к праву. Благодаря учению о пользовании, францисканская жизнь могла безоговорочно утверждать себя, как существование, располагающееся за пределами права, как то, что должно отречься от права, чтобы быть. И это, безусловно, представляет собой наследство, которое новое время оказалось неспособным встретить лицом к лицу и которое наше время, судя по всему, не в состоянии даже помыслить. Но что же такое жизнь за пределами права? Если она определяет себя, как такая форма жизни, что, пользуясь вещами, никогда не присваивает их? И что такое пользование, если перестать определять его только негативным образом по отношению к собственности? Проблема сущностной связи между пользованием и формой жизни в этой точке становится неотложной. Каким образом? Пользование, то есть отношение к миру как к тому, что не может быть присвоенным, может быть переведенным в форму жизни. Какая антология и какая этика будут соответствовать жизни, которая в пользовании учреждает себя как неотделимую от своей формы. Попытка ответить на эти вопросы с необходимостью потребует разобраться с той антологической оперативной парадигмой, в шаблонах которых литургия в результате многовекового процесса зажала этику и политику на Западе. Пользование и форма жизни представляет собой два диспозитива, с помощью которых францисканцы попытались, разумеется, недостаточным образом сломать эти шаблоны и противостоять этой парадигме. Но несомненно, что только возобновив это противостояние в новой перспективе, возможно будет однажды решить имеет ли и в какой мере в качестве предельной формы жизни на христианском Западе для нее еще какой-то другой смысл. Или же наоборот, планетарное господство парадигмы деятельности требует перенести решающее противостояние на другую почву. А теперь, когда с нами остались только те, кто пришли именно за знаниями, а не просто так листали ленту на ютубе или где-то в другом месте, где вы смотрите это видео, перейдем, собственно, к этой книге. Поговорим, собственно, о том, о чем эта книга. И начну я с впечатлений о том, что я прочитал. Наверное, спустя много томов «Хомо Сакер». А это «Хомо Сакер 4» первая книга. Есть еще «Хомо Сакер 4», вторая книга. Смотрите, которая называется «Использование тел». Отвлекусь от этой. Про использование тел поговорим. Не читал, но предполагаю, что там Агамбен будет развивать такую мысль, что тело нам не принадлежит, что оно принадлежит. Но опять же, у нас Агамбен немножко больше повернут к религии, к христианству. Соответственно, он будет утверждать, что тело принадлежит Богу, Христу. А мы лишь временные пользователи этого тела. Однако у нас есть и другая, другой взгляд на то, кому принадлежит это тело. И мы об этом поговорим позже, может быть, через много времени, много лет. Выйдет отзыв на книгу Петра Деменовича Успенского «В поисках чудесного» с обзором «Четвертого пути Гурджиева». Мы поговорим там, в том отзыве, о том, кому же принадлежит тело, собственно. Но в этом отзыве по использованию тел Агамбена еще пару слов. Поскольку использование тел входит в четвертую часть «Хомо Сакер», а первая книга «Хомо Сакер», «Высочайшая бедность» призывает нас отказаться от собственности и перейти к использованию вещей каким-то образом, не присваивая их себе. Пример он приводит францисканских монахов, которые впервые об этом задумались и начали развивать эту тему, этот дискурс. То в использовании тел, возможно, не читал, не знаю, Агамбен будет смотреть на это с двух сторон. Во-первых, то, что тело нам не принадлежит, оно принадлежит Богу и Христу. И через наши тела Бог делает свое провидение. Второй момент, я так думаю, что в использовании тела будет вброшена такая мысль, что каждый человек управляем извне другим человеком и тогда любое действие любого человека будет руководимо извне каким-то третьим человеком или группой людей на благо этого третьего человека или группа людей. Мое предположение. Однако, возвращаясь к высочайшей бедности, начинают где-то в начале первого, второго тысячелетия, в конце первого тысячелетия образовываться монастыри и монахи этих монастырей принимают обед, обед с Т на конце, а не обед как принятие пищи. Обед обещание, которое по сути сводится к трем столпам. Сейчас я их выписал, потому что для человека, который далек от монашества, монашества от религии, это достаточно тяжело воспринимается. Итак, послушание, целомудрие и смирение. Детраточка моя с записюльками. И когда человек, который приходит в монастырь к монахам, к монахам. А Джорджо Агамбен в самом начале отличает монастырь от общежития. Причем, общежитие он называет как киновия. Когда все, что находится в этом, ну будем надавать так, общежитии, не является собственностью тех, кто там живет. То есть это одновременно общая собственность всех, кто там живет, и одновременно ничья. Сразу сделаю оговорку. Это мое понимание того, что пишет Агамбен в этой книге. Если у вас другое понимание, то вы проходите в комментарии и выражаете его свободно. Если вы, конечно, досмотрели до этого момента. В чем я сомневаюсь? Потому что я вижу статистику. И что очень мало видео по Агамбену набирает досмотров до конца. Обычно максимум две минуты. Это максимум. И поэтому я в начале этого видео вставил такой кусок с вопросами, чтобы те, кто досмотрит до конца вопросов, получит такой хороший, с моей точки зрения, отзыв на эту книгу. И так вот, о чем, на чем я остановился. А, мое мнение по поводу того, как я увидел то, о чем пишет Джордж Агамбен. То, что и одновременно вот эти монахи, самые известные францисканцы, бенедиктинцы и третий, не помню. Опять же, поправите меня в комментариях. И вот, Франциск, это такой монах, который, или аббат, опять же, не хватает мне немножко знаний по религии и по древнему христианству. И средневековому христианству. Они решают, что они не будут владеть ничем. Такая аскеза. И в тот момент, когда человек приходит в монастырь, первое, что он делает, он избавляется от своей собственности. Одежды. И, по сути, он входит в этот монастырь голым. Получает монашеское одеяние. Рясу. Это первое, что он может пользоваться. Это монашеская ряса. Но, опять же, эта монашеская ряса не является его собственностью. Потом, он поступает в послушание. Опять же, я буду использовать те слова, в которых я хотя бы что-то понимаю. Послушание – это первая ступень проживания в монастыре. Смотрят монахи, которые уже приняли этот монашеский сан, на послушника. Как он выполняет правила жизни в монастыре. И вот здесь, как только Агамбен начинает говорить о правилах, у него возникает вот эта двойственность, которую он любит. Вначале он берет два понятия, и потом сводит их так близко, что они становятся неразличимыми. Но в этой книге почему-то он в начале, где-то первая половина книги у него, она довольно тонкая. Здесь, даже несмотря на то, что вроде бы как твердый переплет, но здесь чистого текста на 200 страниц. Тоньше у него только, наверное, «Человек без содержания». Там, наверное, 150, наверное. Не помню. И к середине книги он почему-то отступает от этого своего взгляда, чтобы свести воедино форму жизни и правила. Монашеские правила и форму жизни. Он в начале говорит, что есть вот такие правила, мы выше зачитали. Это послушание, целомудрие, смирение, аскеза, отказ от собственности. Я добавлю еще два от себя. И форма жизни. То есть форма жизни, когда вы живете не по правилам, которые написаны, а по правилам, которые вы принимаете на себя самостоятельно и начинаете внедрять их в свою жизнь. То есть, что-нибудь попроще из современности давайте. Много речей, речей было о похудении, о диетах. Диеты, которые не работают, потому что здоровый образ жизни – это не диета, это образ жизни. Так, форма жизни, говоря словами Агамбена. Давайте его вообще перескочим. То есть, если мы хотим похудеть, мы принимаем такую форму жизни, которая ведет нас по этому пути. И потом поддерживаем эту форму жизни, когда уже мы достигли тех объемов в талии, тех весов, которые мы себе поставили. Продолжаем эту форму жизни. Какие, как какой разговор о правилах, в таком случае может идти речь. Но Агамбин, беря за примеры уставы, монастырей разных, бенедиктинских, простите, вот чего я забываю, францисканских, он из этих уставов вынимает вот эти правила и смотрит, где они описаны как правила. А остались же еще труды монахов, которые писали что-то от себя, от первого лица. Он их берет для обоснования своей мысли. И он говорит, что смотрите, эти монахи, которые писали от своего первого лица, они говорят не о правилах, они говорят о том, как они фактически живут. Сейчас вот я все-таки хочу остановиться на таком вот немножко быстром нашем обсуждении и сделать некоторые цитаты, привести из этой книги. Агамбин в какой-то момент приходит к тому, что человек, который приходит в монастырь, он бежит. От чего? От чего-то. Бегство понимается как процесс, ведущий беглеца или изгнанника через шесть городов, также являющиеся учреждающими политическими силами. Что такое эти шесть городов? Это божественное слово, отождествляемое с первосвященником. А первосвященник, я вам напомню, это кто? Иисус Христос. Дальше город. Творение, царствие, управление, позитивное и негативное законодательство. Беглец предстает как самый настоящий служитель общины. Следовательно, сбежавший от своих является служителем алтаря Бога. И моя заметка, которую я написал сразу после прочтения. Если я правильно понимаю, монахи в монастырях убежали от мира и людей, от своих семей, жен, детей, родителей. Ушли в аскезу и отречение. И это, эти аскезы и отречения, тесто связываются с пониманием обязанностей священников. Далее. Много страниц пропущено без записи. Цитат. Тот, кто обещает, он не обязуется, как это происходит в праве, совершать отдельные предусмотренные в правилах акты, но ставит под вопрос свой образ жизни, не отождествляющийся серии действий и не исчерпывающийся в них. То, о чем я приводил пример с ЗОЖем и формой жизни монахов. Вот эта цитата, она туда повернута. И далее я, опять же, пропускаю много. Возможно, что я вот эти цитаты я соберу, которые я вытащил из Агамбена. Я их соберу в отдельный файл и приложу к этому видео, сделаю пост на пусти, и приложу к этому видео, это видео будет полностью открыто для просмотра, а пост с цитатами будет для подписчиков. Если вы хотите меня отблагодарить, вы можете подписаться на пусти и таким образом меня отблагодарить за мои отзывы, за то, что я записываю эти полезные для вас видео. И Агамбен, он в своих размышлениях приходит к такой мысли, что, а он анализирует, вот этот Франциск, у него он вначале написал первый устав, который нужно было утвердить у Папы Римского, чтобы он стал этот устав действенным. Вначале один Папа Римский утвердил этот устав, а когда пришел другой Папа Римский, он пересмотрел и увидел Крамолу в этом уставе. Каким образом, как так вы отказываетесь от собственности? Было замечено этим Папой, ну или его юристами, которые, Курей, как пишет Агамбен, что это устав противоречит праву, потому что вот этот отказ от собственности, он и переход на пользование, то есть на пользование вещами, пользование чем-то, но при этом не владение этими вещами. Это получается так, что вот эти монахи, они выходят за грань закона, за грань права, не закона, за грань права они выходят. Это напугало. Это напугало Папу. По-моему, Иоанна 22-го. А до него был Василий Третий. Могу ошибаться? Опять же, не знаток. По памяти говорю вам, из то, что я успел запомнить из книги. Правило не применяется к жизни, но производит ее и в то же самое время производится в ней. Отречение от права вместе с подразумевающимся в нем возвращением к состоянию природы до греха падения и отделение собственности от пользования образует принципиально важный диспозитив. служащий францисканцам для того, чтобы технически определить особое состояние, называемое ими бедностью. Я думаю, что на этом мы с вами закончим наш разговор по высочайшей бедности Джорджу Агамбена чуть попозже. Потому что, когда я увидел название этой книги, я подумал и под заголовок «Понашеские правила и формы жизни» я подумал о том, что в этой книге будет рассказ об аскезе, о воздержании, о том, как, с примерами о том, как монахи живут в монастырях, подробно. Но однако Агамбен снова захотел поговорить об неразличимости, о различиях, о каких-то темах, которые близки ему. То есть я промахнулся в своем предсказании, предугадывании того, о чем пойдет речь. Но Агамбен, он держит Марку. Пару слов скажу об оформлении. Хороший, твердый переплет. Вот такая мягкая обложка, которую я уже в прошлых книгах называл, в прошлых отзывах называл обе. Шершавая обложка, твердая, картонная. И вот такой цвет я сейчас попытаюсь показать на развороте. Вот. Скорее я бы назвал его темно-розовым. Потому что я не знаю, это точно не красный, бежевый? Нет, не бежевый. Может быть грязно-бордовый. Ну, не знаю. Факт тот, что книги оформлены достаточно красиво. Радует то, что в книгах почти не встречаются ошибки русского языка. На этом я с вами прощаюсь. Это был обзор, отзыв, разговор о высочайшей бедности серии Хомасакер, том 4, книга 1, автор Джорджо Агамбен. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч.